Восемь лет назад, 16 марта, Руслан Проводников в городе Карсон провел выдающийся бой против Тимоти Брэдли. Чемпион по версии WBO Брэдли после тяжелого боя с Мэнни Пакияо должен был провести маленькую победоносную войну против претендента из России. Коэффициент на Проводникова был пять, но никто не ожидал, что эта самая война с ним получится такой. Брэдли выбросил за бой ровно тысячи ударов, из которых 347 попали в цель. Проводников попадал реже, но Брэдли падал чаще. У чемпиона было два нокдауна и судьи очень аккуратно вывели победу Тимоти решением. Чтобы вы понимали, после этого поражения Руслан через полгода снова подрался за титул и выиграл его у Майка Альварадо. Если вы не помните тот бой, найдите в таймкодах вопросы про возможные бои Проводникова с Багаутиновым и Емельяненко или просто слушайте это как мотивационную речь. Если помните, то прямо сейчас будет интересно. Спросим Руслана, правда ли Тимоти Брэдли поехал в больницу, а Руслан пошел в пиццерию и сколько он заработал за один из самых жестких поединков в новейшей истории профессионального бокса. Бой весь. Я, наверное, раз или два раза его посмотрел. И то после того, как сразу же отбоксировал, и не более. Крайне тяжело его пересматривать, потому что ты начинаешь переживать те эмоции, которые ты испытывал тогда. Во-первых, вспоминаешь все то, что тебе пришлось вытерпеть до этого боя. То есть все, чтобы пройти, потому что я жил, я говорю, вот я перешел в профессионал в 2006 году, а получил этот бой, шанс драться с вами чемпионом мира, спустя 8 лет. Просто я его без слез не могу смотреть. То есть оно все равно, просто начинаешь заново проживать все то, что тебе пришлось вытерпеть. Это один из лучших моих боев, и я бы очень, очень сильно благодарен Тимоти Брэдли за то, что он мне подарил этот бой. И проявил такую волю и характер. Новость о том, что ты подерешься с Брэдли, появилась где-то за месяц до самого этого боя. Ты помнишь, кто как тебе сказал, что есть такая возможность боксировать с ним, и что ты делал в тот момент? Я ждал этого шанса. Я не просто так его ждал, лежа на диване, либо на кровати. Я просто жил этим моментом. Я ждал, и вот прямо вот я чувствовал, что рано или поздно мне позвонят и скажут, «Руслан, предлагаю тебе бой за звание чемпиона мира». И вот такой момент выпал. За шесть недель до этого боя мне позвонил мой менеджер Вадим Корнилов. Я уже к тому времени был в Екатеринбурге, уже готовился. И вот этот шанс, ты никогда не знаешь, когда тебе выпадет какой шанс. И нужно быть к нему готовым. Есть такая фраза. Человек может споткнуться от своего счастья, встать, отвихнуться и пойти дальше. То есть не заметить его. Здесь то же самое, понимаете? И мне позвонили шесть недель, вот Вадим Корнилов сказал, «Руслан, предлагаю бой». Я уже был тогда в Екатеринбурге, хотя у меня ни даты, ничего не было. И мне просто Вадим звонил, говорит, «Руслан, предлагаю бой» с Тимоти Брэдли. Ну и мясо. Буквально, можно сказать, на следующий же день я беру сумку. Я уже был, можно сказать, в тренировочном лагере. Я беру сумку, мне покупают билет. Я вылетаю в Лос-Анджелес. У нас, прилетая в Лос-Анджелес, у нас проходит пресс-конференция. Откуда я сразу же, мы садимся в машину и едем в Лас-Векас, где нас ждет Фредди Ровач, потому что у него как раз, он готовит Мэнни Пакьяо, не помню, в каком бою он там готовил. Пакьяо незадолго до этого сам боксировал с Брэдли, причем его тоже засудили. Давал ли он тебе какие-то советы, вот именно опираясь на свой бой? Нет, нет, он нет, но, еще раз говорю, у него в голову фредди Ровач, когда он выходил с Тимоти Брэдли. И я скажу больше, это к этому бою помогал готовиться я ему. Я был его основным спарень-партнером. Все ваш бой с Брэдли воспринимают как такую супер-бескомпромиссную рубку, но все равно была какая-то тактика и какой-то план на бой наверняка составляли. Я просто слушал своего тренера, Фредди Ровач. Он понимал, что я ему как боксер, я ему уступаю на две головы. Да, там то и такое, да, я простой березкий хулиган. Он же звезда, да, но на самом деле он заслуживает уважения как боксер. Тот план, который выстраивал Фредди Ровач, он настолько просчитал и психологически, и тактически. Знаете, когда я вышел в ринг, было такое ощущение, что вот, знаете, я все полтора месяца готовился с Брэдли, спарринговался. То есть я вот просто с начала и до конца не было никаких там секретов. Просто вот все, что Фредди Ровач говорил, прямо с первых же секунд первого раунда все таки пошло. Он его очень психологически очень просчитал, и Фредди Ровач его постоянно цеплял. Нам нужно было, чтобы он пошел по нашему сценарию. Он понимал, что если Брэдди начнет боксировать со мной, то понятно, что у меня не будет шанса. Нам нужно было вывести его на то, чтобы он со мной зарубился. Здесь это моя стихия. И он его во время подготовки постоянно цеплял в прессе. Он постоянно говорит, что Брэдли, он будет бегать. Он будет бегать от Руслана. Как только он почувствует мощь Руслана, удары Руслана, он сразу же побежит, и это сыграло. Брэдли был очень в зол. После боя вот он не скрывал ничего. Он говорил, как есть. Он говорит, да, я вышел в ринг, передо мной стоит этот парень, и я его должен нокаутировать. Я хотел показать всю свою мощь. Те попадания, которые привели к нокдауну, ну, одно посчитали Брэдли, другое не посчитали. Насколько это можно считать, ну, коронкой, не коронкой, но ударом, который вы готовили? Этот кросс, который пролетал, первый, наверное, вот этот удар правый через руку в нос, когда он, не в нос, а в челюсть, когда он, может быть, видел интервью, когда он говорил, что вот этот удар правый, который прилетел прямо в челюсть, и моя челюсть оказалась бит вот здесь, на затылке. Игорь, это понятно, что мы с моим родным тренером еще с самого детства, кросс вообще был, это моя коронка, мы его очень много отрабатывали с моим тренером родным, с Евгением Сеевичем Вакуевым, который сейчас тренирует, моего сына старшего. Очень были хорошие спарринги. Фредди Роуч просто настолько тактически просчитал, просто вот он так и говорил, что, Руслан, первый раунд, когда вы выйдете, скорее всего, Брэдли пытается показать свою мощь. После того, как он почувствует свою мощь, то и силу, он будет бегать. Нужно срезать углы и не давать ему двигаться. То есть вот там где-то в шестом раунде была вот такая заготовка, очень хорошо прошла. И вот если бы не канаты были, где он сел в шестом раунде на нижний канат и не упал, это как раз такие вот, он говорит, Руслан, вот у меня такие же спаррин-партнеры были очень хорошие, двигались очень на ногах, очень быстрые с руками, с хорошими ногами. Когда, говорит, он побежит, ты его должен, говорит, срезать, показываешь вправо, что ты его сейчас там срезаешь. Тут же он, соответственно, если ты пойдешь вправо его срезать, он пойдет влево, ты должен делать маневр. Показал вправо, что ты его срезаешь, но тут же уходишь влево и бьешь с левой боковой в челюсть. И вот это как раз-таки, вот если ты помнишь, видел в шестом раунде в углу, вот это вот прошло, я показал вправо и ту же слева прямо в бороду. Там даже замедленное действие есть, его там пропускает, садится, на нижний канат встает. Есть известный кадр, вы после этого боя поехали есть пиццу. Прям все любят это обсуждать. Брэдли поехал в больницу, а вы поехали в пиццерию. Насколько это легенда? И если нет, то расскажите в деталях, а как это было? Нет, мы не в пиццерию поехали. Мы поехали, понятно, что была очень сильная группа поддержки. Приехали мой народ, народ Манси, с Ханты-Мансийска, которые меня поддерживали. Мы поехали в гостиницу. В гостиницу я уж не помню, куда уже. Но если я не ошибаюсь, не пиццу ели мы, мы заказали стейк. И я крайне хотел пива. Я алкоголь вообще не употребляю, просто хотелось что-то сладкое и хотелось холодного просто пива. Потому что после таких боев, вы понимаете, что сахар падает. И просто крайне... Самым огромным желанием после боев мне хочется всегда что-то холодное, сладкое и газированное. Я всегда своих менеджеров прошу, я ничего больше не хочу, я просто говорю, Вадим или Андрей, принесите мне, пожалуйста, какую-нибудь банку кока-колы. И вот после этого боя мы приехали в гостиницу, мы сели там, ну... Мой народ, ребята, друзья, и кто что там заказал, кто-то пиццу, кто-то еще что-то. А мне заказали кусок стейка, мяса и безалкогольного пива. По большому счету за вот эти шесть недель я достаточно прошел хорошую физподготовку. Во-первых, еще раз говорю, я готовился к этому, я ждал этого шанса, и поэтому я уже до этого звонка, наверное, три или две недели, как минимум, я уже готовился в Екатеринбурге. И приехав в Лос-Анджелес, в принципе, у нас, еще раз говорю, то есть я прошел очень много, достаточно спаррингов. Конечно, спарринги, наверное, являлись, наверное, самыми такими пиковыми. Фредди Рооч подобрал очень хороший спарринг-партнер. Очень хороший спарринг-партнеров. Там были у меня чернокожие ребята. Один настолько был похож. Просто когда я вышел в Рим, такое ощущение, как будто вот правда, я боксирую со своим спарринг-партнером. На самом деле, просто настолько вот похож на него. То есть спарринги прошли очень хорошо. У меня, я прошел, ну, за шесть недель я набрал больше ста раундов. То есть достаточно хорошо. И физподготовка к этому бою тоже прошла очень хорошо. Я готовился с Гевином. Это тоже, потом в итоге он стал и тренером по физподготовке Мигеля Кота. К этому бою подошел, наверное, как никогда просто на самом деле. У меня два основных моих члена команды, два моих менеджера, это Вадим и Андрей Напольский, которые жили со мной в семь тренировочных лагерях, вместе со мной, в гостиницах, в домах, которых мы снимали. Тренировочный день у меня начинался в 3.45 ночи. В 3.45 подъем, в 4.20 мы выезжали, в 5 часов у меня была первая тренировка. Я это делал намеренно. И вся команда жила по этому графику. Допустим, Андрей у меня вставал чуть раньше, потому что знал, что я подготовил, что мне нужно перекусить, какие таблетки мне надо выпить. То есть я вставал, Андрей, у меня уже было все готово. Я шел умываться, одеваться, выходил на кухню, у меня уже все стояло, что мне нужно съесть перед первой, пока я еду на тренировку. Расскажите, в 5.20 была первая тренировка, во сколько была вторая? То есть вообще, в каком режиме вы, примерно, тренировались? В 5 часов у меня была первая тренировка, а основная 2 часа. Во сколько вы спать ложились, если вы вставали в 3.45? Где-то часов 8. Ну вот у меня, как правило, мы приезжали с вечерней тренировки туда-сюда, пока поужинаем, пока вещи постираешь, пока все это развесишь. То есть у меня потом где-то, где-то часов 7 я уже ложился, 2 часа у меня было свободного времени своего такого, я мог немножко что-то... Я, как правило, никогда не грузился, это кинофильмы, смотрел сериалы, либо вот я КВН очень любил, то есть как раз к стихам пришел, книгам, вот, знаете, начал читать, и меня это как-то отвлекало. Вот часов в 9-10, и если я еще в 10 и не уснул, то в 10 я уже выключал все, все, я ложился спать. Я даже звонил домой, ну, раза 2-3 в неделю. Ну, мне очень передать тяжело тебе все эти чувства и все то, что происходило вообще до этого боя. Всю вот... Сначала вот перехода в профессионалы и вот до этого боя. Долгих 8 лет. У меня крайне тяжелая ситуация была, да, у меня не было денег, у меня зарплата там была 10 тысяч рублей, у меня семья была, я в избушке с печкой жил, у меня ребенок там первый родился, то есть супруга у меня здесь, Екатеринбурга, одна в этой избушке с печкой, меня нету, по 4-5 месяцев я дома отсутствовал, я был на подготовку, потому что уезжал, готовиться к боям на бой, а бои переносили, а домой ехать смысл? С чем я домой поеду? Когда я вышел в ринг, у меня единственная мысль была, все, что у меня в голове звучало, вы понимаете, я выходил туда, как в последний раз. Мне было плевать, вот стоит передо мной Тимати Брэдли, соперник, и я его должен нокаутировать, после чего я могу, я и моя семья может жить, ни в чем не нуждаюсь. Ты ешь стейк, ты просыпаешься на следующее утро, а извини, прямой физиологический вопрос, а у тебя не болит челюсть? Вот учитывая, сколько ударов ты пропускаешь, я знаю, что такое случается иногда, и вообще, есть какая-то физическая боль вечером, утром, на следующий день, вот после таких боев? Ну, если ты видел фотографию, либо видео после этого боя на следующий день, ну, там просто такое ощущение, как будто у меня головы-то совсем не было, там просто, я не знаю, там одно просто синее пятно, просто ночью ты спать практически не можешь, потому что, ну, реально, там у тебя, во-первых, тебе нужно найти позу какую-то, так, что лечь удобно, чтобы у тебя ничего не вышло, ну, болело все, лицо ты вообще практически голову свою, я практически вообще не чувствовал, потому что там всего, ну, одна большая гематома, с тела все болело, и кровью мочился я, и все это вот просто там, но еще раз говорю, это был мой осознанный выбор, я знал, ради чего это делал, потому что, понимаете, если бы это было так легко, это делал бы каждый, после боев ты просто не можешь вот всю ночь уснуть, во-первых, ну, ты найти не можешь как-то удобное положение, чтобы как-то вот лечь так, чтобы тебе ничего не болело, понятно, что голова там, вся у тебя трещит, гудит, и несколько дней там. А вы чувствуете все равно, ну, то есть понятно, что там очень много эмоций, там, заряд бешеный, но вы просто физиологически чувствуете по ходу боя, что силы кончаются, что там руки чуть-чуть не те, ноги чуть-чуть не так работают? Друзья, знаете, мне кажется, уже, еще раз говорю, ни я, ни он, мы дрались уже, я не знаю, я в какой-то пространстве, пространстве, пространстве какой-то, понимаете, я даже не помню, вообще, что мне там пройдя раунд, то есть ты приходишь, ты вот уже, вот я не знаю, после шестого раунда, еще раз говорю, я вообще, ну, такое ощущение, как будто я просто дрался уже без сил, просто, я не знаю, на просто, на морально волевых уже, ты пришел, сидишь, ты не слышишь там, я даже не помню, что мне там говорили, я просто помню, после десятого раунда, когда Фредди Рович хотел в бою, я смотрю, он мне сказал, Руслан, ты очень много пропускаешь, я остановлю бой, покажи мне сейчас, что ты его можешь нокаутировать, ибо я остановлю бой, но там реально, а я этого всего не ощущал, я не чувствовал, что я много пропускаю, то есть я, настолько вот и горю, я просто, у меня была цель, просто вот добраться до Брэдди и нокаутировать его, то есть я даже, и вот, те удары, мне такое ощущение, как будто я их даже и не пропустил, я их не чувствовал, будто был под каким-то допингом, под какими-то наркотиками. Я не так давно пересматривал бой, и со стороны, на самом деле, ну, при всем уважении, при том, что это был ваш бой, были раунды, где он откровенно там перебивал и бил жестко, и вот мне как раз хотелось сказать, что вы вообще, да, на тот момент не понимали, что это со стороны так выглядит. Я вообще их не чувствовал. Вот у меня такое ощущение, я не знаю, как будто, ну, вот если сравнивать там, бой с тежем Матисса, да, то есть там реально, как бы я ощущал эти удары, то есть я чувствовал, а здесь, вот знаете, я в таком... Состояние, в котором, например, вы в жизни практически больше не были, да, то есть вот некое состояние организма, которое у вас не повторялось в жизни больше, ну, и очевидно, у большинства людей тоже не было такого. Скорее всего, да. Вы сказали, что жена и ребенок жили в избушке с печкой, вот прямо в эту подготовку, то есть условно, вы готовитесь к Брэдли, а они живут в доме, который... Нет, я отношусь к малочисленным, к коренным, малочисленным народам Севера, и в 2008 году я получил субсидии, как нуждающийся вот по этой программе, и мне, значит, на всех членах семьи, на троих, на тот момент, нас было трое, родился в 2008 году, вот старший сын Иван у меня, и нам выделили субсидию, миллион шестьсот, и плюс там, ну, взяли ипотеку небольшую, и вот тогда мы купили, как раз это было первое наше жилье, в двухквартирном доме, двухкомнатную квартиру, небольшую, так сказать, четыре квадрата, вот это вот, вот мы тогда в ней жили. Вы несколько раз-то говорили, и в принципе, ну, я тоже это понимаю, что там миллионов долларов, как многие представляют себе в боксе, даже за тот бой еще не получилось, но все равно это был претендентский бой, вот если убрать все налоги и вычеты тренером, вы пробовали просто подсчитать, сколько вы там в рублях заработали? Мне мой промоутер дал на этот бой, сколько я получил, это без вычета, 125 тысяч долларов. Это доллар еще 40 рублей, если на русские деньги переводить. О, да, я там не помню сколько, вот, я сейчас просто говорю, вот сколько, Вадим позвонил, Руслан, вот, 125 тысяч, вот я сейчас помню, 125 тысяч, то есть с них, вот считайте, я налог 30%, 30% менеджерский, ну, у нас там договоренность была, там, и понятно, что 10% тренерский, там, 5% в общем, я не знаю, там, если половина мне осталась, там, даже меньше, наверное, половины, там, вот это все мое. Фан, я боюсь этот бой пересматривать, не столько из-за боя, сколько из-за того, каким расстроенным вы выглядите, когда объявляют решение, это действительно такая, мне кажется, ни один актер так не сыграет, это действительно по эмоциям было одно из худших, вот в тот момент, что вы когда-либо переживали, то есть вам говорят формально, типа, вы проиграли бой, понятно, что потом было иначе. Вадим, ты даже не представляешь, я, каким для меня было разочарование, это, я проиграл, не просто боя на тот момент, я упустил этот шанс, я, еще раз говорю, я не мог поверить, что все, я проиграл, потому что для меня вот эта победа, это была всем, я не мог, я просто думал, еще раз говорю, я думал, что если я сейчас этот бой проиграю, чтобы не получить еще раз этот шанс, я просто реально понимал, что я, я, морально просто, я не смогу снова это пройти, и когда объявили победителем Брейдли, я просто, и вот правда, вы не представляете, что тогда во мне произошло, я думал, все, ну просто, вот я пришел в раздевалку, все эти гематомы, боль, там еще что-то, это все ерунда, по сравнению с тем, что у меня творилось, вот, вот, просто вот, в голове, я просто не мог, я проиграл, я проиграл, все, то есть, я пришел, я плакал, я плакал, потому что, я не слышал даже, что он мне говорил, мне Вадим говорил, Руслан, ты сегодня стал звездой, я не слышал, я не понимал, я думал, ты хоть что-нибудь у меня просто утешить, я не слышал, а у меня в голове просто понимаешь, вот Вадим, все, я проиграл, я упустил этот шанс, я пришел в раздевалку, я плакал, я ушел в душ, я стоял под холодным душем, я тебе говорил, Руслан, ты проиграл, все, я даже сейчас вспоминаю, я не могу, ты не представляешь, что творилось с ним, ко мне зашел, Питер Нельсон, один из функционеров HBO, он потом стал возглавлять таким вот эту вот секцию уже боксерской, HBO боксинг, он пришел, после этого боя раздевал, когда я сидел, ну, просто не мог поверить, я сидел, раздевался, он говорит, Руслан, ты не представляешь, что сегодня сотворил, ты сегодня стал звездой, ты получишь снова шанс, ты снова будешь драться, ну, я тогда, я думал, ну, я тогда не слышал ничего, то есть, как-то я, для меня просто в голове одно сидело, что я проиграл. У вас было после этого какое-то общение с Тимоти Брэдли вообще когда-либо? По-моему, мне казалось, я видел какое-то фото. Конечно, конечно, мы с ним неоднократно виделись, мы неоднократно с ним встречались, мы, ну, то есть, я уже когда с семьей даже приезжал, ну, отдыхать, мы ходили на какие-то бои, мы с ним встречались, и вот до, он был с дочкой, были на каких-то шоу, то есть, он со мной рядышком там, то есть, поэтому мы с ним очень часто виделись. Вы знаете, он очень вежливый, он очень вежливый, он очень приятный, он, у него нет вот этой вот такой вот заносчивости, либо он, знаете, хороший парень. Сложно поверить, что за последние 2-3 года у вас не было предложений о боях, наверняка что-то кто-то все равно предлагал, если да, то почему вы пока не боксируете? Я вам скажу, что последний, вот прошлый год просто это, я не знаю, что творилось, это столько звонков, и даже за рубежа, я в какой-то просто бум, я даже в какой-то момент говорю, ну неужели так люди соскучились по мне? Предложений было крайне много, звонили, едешь по трассе, звонят, пишут на WhatsApp, мы готовы вам организовать бой, я говорю, хорошо, но нам нужно знать, вы готовы ли или нет, я говорю, если вы, мое мнение, то есть, с кем бы вы хотели драться, то есть, я говорю, ну вот, допустим, вот я еду по трассе, мне звонок по Виберу, по WhatsApp, за рубежа, я говорю, ну хорошо, вот допустим, Брэдли, говорит, мы готовы договориться, то есть, на декабрь, я говорю, ну хорошо, смотрите, просто нас волнует один вопрос, вы готовы, если вы мое мнение спрашиваете, я готов, а Брэдли знает, ну, говорит, вот мы на декабрь готовы договориться, я говорю, а Брэдли знает, что ему в декабре трасса надо? Говорит, это уже не наша проблема, это наша проблема, говорит, наших партнеров, говорит, нам в Америке, говорит, но, грубо говоря, с той стороны ничего не было, да, то есть, очевидно, была известная история о вашем, что вы продали свою машину, если я не ошибаюсь, чтобы школу достроить. Отдал свой крузак, я отдал еще из, вот в этом году уже два года будет супруге машину, я тоже Лексус годом позже отдал ее машину, тоже в эту же школу, этому же застройщику, чтобы он расплатился со строителями, там, в момент был тоже, не платили ему деньги, надо было срочным там уплатить, я отдал еще Я ни в коем случае не считаю ваши деньги, но со стороны это может показаться, что вы могли бы всегда в России побоксировать, ну, мне кажется, 5, 8, 10 миллионов рублей, вполне доступная сумма с не очень известным соперником и просто заработать те же деньги. А из России нет предложений вот на такие суммы или они вас не устраивают уже? У меня нет желания, если бы еще раз говорю, если бы я нуждался бы в деньгах бы, то я бы, наверное, сегодня бы выходил бы. Я не заработал много денег, мне отличаться не надо, еще раз говорю, я не живу этими материальными ценностями. Я выходил в ринг для того, чтобы прокормить всей семьей. Сегодня моя семья сыт, я тоже сыт, я счастлив, моя семья тоже сыт. и я не хочу просто все свое время тратить на то, чтобы выходить в ринг, готовиться. То есть в жизни очень много других интересных вещей. Поэтому я никогда, еще раз говорю, те предложения, которые поступали, во-первых, я не задавал вопрос, сколько мне там заплатят, потому что мне это неинтересно было. Еще раз говорю, ребят, мне неинтересно. И, конечно, вот был последний предложение, выйти в октябре в Екатеринбурге. То есть сразу цену назвали в районе 350 тысяч долларов. Я говорю, ребят, для меня финансы не важны. Я просто говорю, у меня нет желания выходить. Зачем я с вами торгусь? Я говорю, я не собираюсь. Мне из Африки 50 тысяч. Если бы я хотел бы выходить в ринг, я бы выходил бы. Понимаете? То есть вам нужен либо интересный соперник, либо, не дай бог, это если какая-то будет острая нужда. Просто чтобы это как заработок регулярный, ну или там... Нет, да, да. Еще раз говорю, вот либо тот бой, который бы вот, еще раз говорю, меня бы вот прям вот вдохновил бы, а финансовая сторона, там, деньги, ну, это глупо. Просто потому, что сейчас в России в боях происходит, я могу представить, что вам, например, могут предложить там Александр Емельяненко, условно, Евгений Моряк и бой на голых кулаках. Ну и там, например, не знаю. А, ну вот, кстати, Алиба Гаутинов, боец ММА, вас вызывал по правилам бокса. Вот если просто три этих фамилии взять, вам это будет неинтересно именно как поединок, как состязание, да? Неинтересно? Нет, конечно. Я бы, конечно, мог бы вот, там, с Алиба Гаутиновым бы мог бы, он, ну, кидал из-за вхать. Понятно, что это серьезно, как что-то серьезно рассматривать, это, наверное, ну, неправильно. Я бы мог просто выйти так потешить зрителей, как шоу устроить, но не более того. С Алиба Гаутиновым есть смысл, вот просто, допустим, организаторам, которые посмотрят это интервью, попробовать выйти на вас и предложить вам боксерский бой? Да почему бы и нет, как бы еще раз говорю, понятно, что еще раз говорить, при всем уважении к Алибу Гаутиновому, но рассматривать что-то как, как что-то серьезное, это, ну, только как шоу, просто вот, ну, выйти, потешить там зрителей, самому побаловаться. Вы он 4 раунда по 2 минуты или вы он 5 раундов? Ну, почему бы и нет, да. То есть, понятно, что как бы, чисто так, как шоу, потешить зрителей, побаловаться, так, не более того. Можно? Последнее, наверное, от меня. Голые кулаки становятся все популярнее и я даже задавал вопрос одному из организаторов, говорю, а вы никогда не рассматривали Руслана как вот потенциального участника? Потому что, говорю, у него стиль боя, история, ну, в принципе, все для этого есть, кроме, возможно, его личного интереса к этому. Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы подраться на голых кулаках? Нет, не думал. Мне уже когда задавали этот вопрос, я хочу сказать, что еще раз говорю, риск должен быть оправданным. Ради чего? Вот если бы еще раз, говорю, была бы нужда, я бы пошел бы и на голых кулаках, и на голых ногах бы. Но еще раз говорю, здоровье, здоровье, это самый главный наш ресурс. Возвращаться еще раз, еще раз говорю, я даже не могу представить, не дай бог, я просто молю Бога еще раз говорю, не дай бог, хоть что-нибудь произойдет, не дай бог, чтобы мне пришлось еще раз выйти в рынки из-за нужды. Не хочу. Не хочу, правда. Вопросы Руслану Проводникову задавал Вадим Тихомиров. Не опускайте руки, подписывайтесь на «Разрешите вас перебить» и спасибо, что смотрите. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова